Здравствуйте, дорогие выпускники, уважаемые коллеги! Мы продолжаем разговор о подготовке к единому государственному экзамену и переходим к разбору заданий устной части. В устной части у нас с вами четыре задания. И первое из них – это чтение текста вслух. За это задание можно получить всего лишь один балл, к сожалению. И вы этот балл получаете, если, смотрите, речь воспринимается легко. Необоснованные паузы отсутствуют. Фразовое ударение, интонационные контуры и произношение слов без нарушений нормы. То есть смотрят как на уровне фразы в целом, так и на уровне слова с ударением, допустим, и на уровне конкретных звуков. Допускаются не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл. Вот здесь немножко остановимся, что такое ошибки, искажающие и неискажающие смысл. Значит, ошибка, искажающая смысл, приводит к тому, что звучит другое имеющееся в языке слово. Чаще всего это либо долгота, краткость гласных, да, sit, seat, допустим, да, или pick, peek, либо же оглушение на концах слов. Русскоговорящим очень свойственно оглушать, да, очень часто вместо hard мы слышим hot. Вот это как раз ошибка, искажающая смысл. И другие так называемые минимальные пары, то есть пары слов, отличающиеся только одним звуком, да, как, например, hot, hot, или man, men, да, и так далее. Важно для успеха в этом задании уметь произносить в том числе числительные, включая большие, да, почти во всех вариантах есть хотя бы одно числительное, даты. Хочется здесь обратить ваше внимание на нулевые годы, да, которые имеют два варианта произношения. Либо 2007, либо 2007. Сам двухтысячный ровно год можно произнести либо как 2000, либо как 2000. Далее. Нужно уметь правильно произносить наиболее популярные суффиксы, типа шн, жн, да, и окончания. Как ни смешно, но очень часто бывают ошибки в окончаниях с-е-с или и-ди, да, предположим, какие-нибудь work-ed у слабых учеников бывает вместо worked. И очень часто встречаются имена собственные, в частности, названия стран, континентов, водоемов, гор, горных цепей и даже знаков зодиака и планет. На уровне звука конкретного, да, обращайте внимание больше всего на долготу и краткость гласных, да, на слова, которые принадлежат в минимальных парах. Для русскоговорящих большую сложность представляют межзубные, да, и звук м. Очень свойственное, как я уже сказала, оглушение на конце, да. Дальше, на уровне слова важно соблюдать ударение. И здесь особое внимание тем словам, которые в зависимости от ударения меняют часть речи, да. Это пары типа present и present, convict и convict и так далее, да. На уровне фразы важно соблюдать смысловые ударения и следить за тем, чтобы паузы были там, где они должны быть по смыслу, а не там, где у вас закончился воздух, да. Беглость, то есть естественный темп речи, так же важна, как правильность. Если вы читаете идеально, но очень временно, медленно, да, например, there were some pictures on the wall. Звучит ли это намного лучше, чем there were some pictures on the wall? Хотя во втором случае я специально на уровне звуков налепила просто ошибку на ошибке, да. И тем не менее это прозвучало не намного хуже. Эксперт тоже человек. Когда вы его кормите в час по чайной ложке, даже идеальными звуками, он раздражается и злится. А когда он слышит естественный темп речи, естественную беглость, да, какая-то грязь в отдельных звуках может, во-первых, быть просто незамечена, а если и замечена, то она может быть прощена, скажем так, да. Вот это то, что касается первого задания чтения, да. Во втором задании вам нужно задать вопросы, да. И за каждый верно заданный вопрос вы получаете один балл. Что значит верно заданный, да? Если он по содержанию отвечает поставленной задаче, если он имеет правильную грамматическую форму прямого вопроса, да, и фонетические и лексические погрешности, которые могут быть, но они не мешают восприятию, да. Значит, не обязательно занимать собой все время эфира. Там его достаточно много, да. Не нервничайте, если вы озвучили вопрос до истечения времени. Можно произнести вопрос в нескольких вариантах, но озвучивайте последним тот вариант, в котором вы более всего уверены, потому что в некоторых случаях засчитывают именно последний вариант. В некоторых случаях вопрос засчитывают, если среди вариантов прозвучал верный, неважно, был ли он первым, вторым или последним. В некоторых случаях засчитывают именно последний вариант. Поэтому на всякий случай тот вариант, в котором вы уверены больше всего, произносите последним, да. Далее, мы видели в критериях правильную форму прямого вопроса, да. Соответственно, все варианты, которые начинаются с Это все крайне нежелательно. Чаще всего там будут использоваться WH-questions, да, специальные вопросы. Иногда вопросы на да-нет, но вы это сразу поймете по слову if. Порядок слов. Не забывайте, пожалуйста, пользоваться правилом ладошки. Начинается все с вопросительного слова, которого может быть, а может не быть. Дальше вспомогательный глагол, подлежащее, смысловой глагол и все остальное, да. Причем это работает для любого грамматического времени. Where does Helen live? When did you finish school? How often will you go to the pool last year? How many books has Jane read? Да, для любого времени это работает. Ну и теперь, да, если это yes-no questions, значит, здесь вы просто ставите вспомогательный глагол на место слова if. У вас задание ask if there is something, значит, вы задаете вопрос is there. Ask if it is possible. Is it possible? Ask if they have. Do you have? Или можно have you got? Только не забудьте соблюдать время, да. Ask if they liked. Did you like? И теперь про специальные вопросы, да. Как могут начинаться прямые вопросы в зависимости от ключевых слов в косвенном вопросе, то есть в задании, да. Если там есть слово price или fee, или cost. Ask about the price. Значит, вы задаете how much is что-то? How much does it cost? How much do I pay for? Если есть слово number or quantity. Ask about the number of students in the group, например. How many students are there in the group? Ask about the quantity of milk in the fridge. How much milk is there in the fridge? Если задание звучит ask about opening hours или hours of operation. When does it open and close? When is it open? Обратите внимание, что если мы спрашиваем does, да, через вспомогательный глагол does, то мы указываем open and close. Когда оно открывается и закрывается. Потому что opening hours – это не часы открытия, это часы работы, да. А вот если мы спрашиваем when is, то тогда when is it open? Когда оно является открытым? Несколько лет подряд было слово availability. Ask about the availability of. Когда мы спрашиваем what blah, blah is available? What blah, blah do you suggest? For example, ask about availability of online classes. Are online classes available? What online classes are available? What online classes do you provide? Если ключевое слово location или place, то, естественно, мы спрашиваем where is something? Или where is something located? Where is something situated? Location of a sports center. Where is your sports center located? Where is your sports center situated? Or just where is your sports center? Если там есть просто существительное, допустим, ask about desserts. What desserts do you provide? What desserts do you provide? Do you offer? Do you suggest? What desserts are available? What desserts can I have? Age. Естественно, how old? Options. Provided. What payment options do you provide? What payment options are available? What payment options do you offer? Do you suggest? Length. That's how long. Yeah. The length of the course. How long is the course? Weight. How heavy? Weight of a bike. How heavy is your bike? Distance. How far? Date or time. When? Yeah. Departure date. When do we depart? Duration. How long? Duration of the lessons. How long are the lessons? How much time do the lessons take? Type of something. Type of accommodation. What type of accommodation do you provide? Do you suggest? Do you offer? Accommodation provided. What accommodation do you provide? Yeah? Значит, это то, что касается вопросов, да, прямых вопросов по заданию. И третье задание – это ответить на вопросы. Здесь тоже вы получаете один балл за каждый ответ. Если дан полный и точный ответ на запрос информации. Что такое полный и точный ответ? Две-три коммуникативно обусловленные фразы, в которых отсутствуют элементарные ошибки. Что такое элементарные ошибки, чуть позже я покажу. Значит, это ошибки на прилагательные и на речи, в том числе степени сравнения. На артикли, в том случае, если они меняют смысл предложения, да, на исчисляемые и неисчисляемые, с much, many, на множественное число, на формы выражения будущего, да, will, going to, и present, continuous, на императив, повелительное наклонение, на выражение предпочтения, I'd prefer versus I'd prefer, на модальные глаголы, пассив, present continuous, present simple, past continuous, past simple, притяжательный падеж, предлоги времени, предлоги места, предлоги направления, present perfect, местоимение, there is, there are, it is, they are, герунди и инфинитив, и порядок слов в утверждениях и в вопросах. Вот это перечень тех ошибок, из-за которых вы потеряете балл, да. Если допущены ошибки на другие времена или на другие темы, например, на present perfect continuous, или на past perfect, или на, не знаю, complex object, complex subject, то эти ошибки не приведут к снижению балла. Опять-таки, не обязательно занимать все эфирное время, да. Не обязательно использовать сложную лексику и грамматику, потому что здесь не оценивается разнообразие и сложность вокабуляра и грамматических конструкций. А вот точность ответа и полнота оценивается. Поэтому я советую своим ученикам не стесняться и просто повторять все элементы вопроса, да. Допустим, where did you use to spend your summer when you were a kid? When I was a kid, раз я повторил последний элемент, I used to, я повторил первый элемент, да, spend второй, my summer третий. И потом я ответил, да. Вот когда тренируетесь, просто считайте количество ключевых элементов в вопросе, да, и следите за тем, что вы их все повторили в ответе. И также критически важно сохранить грамматическую форму. Если у вас спрашивают, допустим, what sport do you prefer? А вы ответите, I'd prefer tennis, и экзаменатор расслышит четко это д, то ответ будет не засчитан, потому что вы не ответили на вопрос, какой спорт вы предпочитаете. Хотя вы ответили на вопрос, какой спорт вы предпочли бы, гипотетически. Это немножко разные вещи, да. Для yes-no question критически важно, чтобы ваш краткий ответ, с которого вы начинаете свою ответную реплику, да, завершался именно тем словом, с которого начинается вопрос. Would you like to go, бла-бла-бла? Yes, I would. Yes, I like, или даже yes, I do, будут не засчитаны. Первое слово вопроса – это последнее слово краткого ответа. Критически важно. Категорически нельзя отвечать одной фразой. Даже на самые примитивные вопросы, типа how old are you. Сначала мы даем прямой четкий ответ. I am 13. Потом мы как-то его расширяем. My birthday is in November, so I will turn 16 next autumn. Or I am 16. My birthday is in August, so I've just turned 16. И не обязательно говорить правду, это не сеанс психолога, да, и при этом нельзя не ответить на вопрос. То есть смотрите, если у вас спрашивается, Do you like sport? Вы имеете полное право ответить Oh, no, not really. А вот если у вас спрашивают What sport do you like? Вы не можете ответить I'm not really a fan of sport, you know. Потому что такая фраза не содержит, собственно, ответа на вопрос, какой же спорт вы любите. Поэтому, опять-таки, я советую своим ученикам На наиболее популярные темы Типа спорта, кино, музыки и семьи Продумать ответы заранее. Особенно если человек, например, не любит фильмы. Придумайте заранее какой-нибудь жанр, Который вы можете просто вот назвать в качестве любимого. И придумайте какое-то объяснение, Почему вы его якобы любите. То же самое со спортом, С музыкой и другими подобными вещами. Вот, собственно, это всё, о чём я хотела сказать сегодня. Жду ваших вопросов, комментариев. Очень рада буду ответить. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!